Всем привет! Сегодня будет знаменательный день. Первый раз на радио. Что-нибудь скажем, что-нибудь ответим с фунтиком. Своеобразный опыт. Думаю, что будет всё интересно. Посмотрим. Фунтик, что ты мне расскажешь? А что зрителям расскажешь? Всё, больше ничего не хочешь? Давай ещё сюда. Садись. Всё, фунтик. Сейчас будешь что-то говорить. Веди ко мне. Иди ко мне сюда. Давай-давай. Всё, ложись. Сюда иди. Сюда ко мне иди. Ложись. Ложись. Умничка. Лежать. 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 Ай, молодец. Ну, в общем, на радио поговорили, рассказали. Теперь едем на выходные на базу отдыха 38 самураев. Посмотрим, что она из себя представляет. Сделаем небольшой обзорчик. Туда с животными можно. Но потом всё расскажу, что к чему, сколько стоят и так далее. Вот такая дорога на город-находку из Владивостока. Властям Приморья жирный минус за качество дорог. Сплошные дыры, приходится обижать всё. Грунт какой-то непонятный, вон, дырки. И так по всей дороге. То есть ехать в сторону Хабаровска, всё здорово. Но ехать в сторону находки просто невозможно. Всё в ямах. Короче, я злой. Отвратительнейшая дорога. Собственно, номер. Как-то так. Душек. Проверь всё. Молодец. Кровать. Всё типа в японском стиле. Все дела. Теперь нужно разобраться, что здесь к чему. Ну так, если выйти... Нельзя, нельзя, нельзя. А, здесь не видно, что будет завтра днём, сниму, что здесь происходит. Иди сюда. Ко мне, иди. Ко мне, ко мне, Фонтик. Обрезался. Иди сюда. Всё, проходи, проходи. Телевизор, холодильник. Ну, в общем, в принципе, обычный стандартный номер на четверых, но можно вдвоём. Вот так мы развлекаемся. Фонтик. Чё такое? Всё, успокоился? Какой злюка. Вызывай. Всё, 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 всё. Прекращать. Почему у него лапы трясутся? А вот это я называю доброе утро. Да, Фонтик? Пойдём, выйдем. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. В общем, вот такая территория. Там есть бассейн, там море. Молодые люди, а как до Владивостока доехать? А? До Владивостока как доехать? Кто где? Я спрашиваю. Ну, это что в пятину дома. А дорога хорошая? Вот. Как поётся, ты стигар. Вот так. Ужас. А Вова выйдет? Видел, сгорел? Да, Максим сгорел. У нас торговый центр в Владивостоке сгорел. Ты пойдёшь на детскую? Да, иди, Фонтик. Иди меня. Там что-то не нацепи собачке. Ты проишни, как будто по деревне идём. Дерьма только не хватает, коровьего. И запаха. Ну вот, нашли наконец-то море. Сейчас посмотрим, что там вообще происходит. Но я думаю, что не очень. Ого, цапля полетела. О, цапля. Здорово. О, здравствуйте. Ну вот такой пляжик. Вот собачка. Фонтик, ты аккуратно, потому что собака без цепи. Красотой подхватывается. Фонтик, кто там? Кто там? Фонтик, он тебя съест сейчас и всё. Один разик ему хватит. Просто одного разика. Перекусит и всё. Ну куда ты? Ну. Отпеняешь, котик. Ну. Ой, прогнал. Прогнал большую собаку-бабаку. Молодец. Сейчас, да, вокруг обойдёт, вылезет просто и сожрёт. Пойдём посмотрим водичку. Тёплая, нет? Поплыли, поплыли. Ну и чё, как вода? О, вот. О. Она градусов, наверное, 15. 14. Ну, можно покупаться, в принципе, чуть-чуть. Ну, вот сидел. Неохотно. Ну чё, Фонтик, довольный? Конечно, чё бы ты недовольный был. Так, покататься. Довольный? Он язык вытащил. Классно? Тебе нравится? Да. Давай сейчас, наверное, по этому по переправе поплывем. Ну-ка. О, да, клево. Заходите. Сейчас я остановлю. Я остановлю сейчас все. Обратно идем. А, нет, вон тропинка есть. Опа. Не пойдешь? А что ты не хочешь? Боишься? Да не, нормально. Так, я держу, я держу. Возьми, Вадима. Давайте. Там нету. Опа, давай. Детей и женщин. А, приплыли. А, приплыли, да, надо оторвать. Отдать смортовые. Я помогу вам? Да не, зачем вы справитесь? Вадим, куда? Или ты хочешь? Да не, вы вдвоем справляетесь, нормально. Там вон тропинка есть, ребят. Зачем мы плывем на этой штуке, когда вон тропинка есть? Да, она прикольная. Фунтик, плывем? Смотри, там красиво как. Куда плывем? Фунтик, иди сюда. Сидеть. Фунтик, сидеть. Молодец. Все, ждем. Привязать. Да, а то она плывет, ребят. Плывем. А здесь можно вообще медитировать, это классно. Правда, озеро они. Вот такая переправа. Да, прикольно сделали. Чешечка своя. Интересная. Да, Фунтик? Ну вот, вот такой вот бассейн. На территории вот есть крытый, есть открытый. Вроде как с подогревом. Сейчас проверим скоро. Собаками туда нельзя, поэтому придется Фунтика оставить в номере. Вот, Фунтик, ну не обижайся. Здорово сделано. Вот здесь окошко, еще надо свежий воздух. Тут такая штуковина, закрывающая, очень тепло. Бассейн с подогревом. Тут какая-то вон пушка интересная. Там вот бассейн на улице, но там вода ледяная какая-то. Ну почти как в Таиланде. Бассейн. Огорожная территория. Солнце. Вообще здорово. И грязная. Какое счастье. Он целый. Абсолютно. Да. Да. Ну и отправили его назад. Но, наверное, мы его обогнали. А что это у вас? Аня. Ну, в речке есть речка в средне счастливого положения. Палзи. 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 Клево на природке. Поотдыхать. Подзагорать. И поесть чего. Киш-миша. Именно киш-миш. Не киш-мыш. Это приморский киви. Такой же вкус, только вот такой маленький. Клевая ягодка. Очень вкусно. Ну вот, чтобы было понятно. Вот так вот выглядит, как киви. Вот этот киш-мыш. Новозеландцы, конечно, молодцы. Сделали селекцию. Из киш-миша. В общем, итог. Цена номера стоит 2 900, 4-х местный. Ну, жили мы там втроем с фунтиком. Бассейн бесплатный, мангалы бесплатные, также беседки, все остальное. Единственное, что там платное, так это место за собаку. Зачем-то 750 рублей стоит одно место в сутки. И 10 000 предоплата за собаку. Ну, типа, если что-то в номере случится, то потом этот залог не вернут. Ну, его возвращают, поэтому все нормально. Ну, просто мне непонятно немножечко вот этот дикий ценник за животное. То есть, сам номер стоит 2 900, да, с людьми, а за собаку 750, как за человека. То есть, мне немножко непонятно. Вот, но по большому счету-то все здорово, хорошо, база клевая. 38 самураев, советую, под находкой. Ну, есть еще нюанс, что ехать немножечко далековато из Владивостока. Из находки-то, конечно, там ехать 10 минут, наверное, меньше. Вот, а из Владивостока достаточно долго. Ну, посмотрим сейчас, за сколько обратно доедем. Будем надеяться, что недолго. Но, учитывая, какая дорога, а дорога отвратительнейшая, похоже, ехать мы будем долго. Вот так.